Саша, мы сегодня с тобой встретились для того, чтобы поговорить на очень важные темы. Мы сегодня поговорим про недвижимость и про ипотеку, и про то, как расти свое благосостояние. Ты занимаешься ипотекой, занимаешься инвестициями в недвижимость уже очень много-много лет. И мне бы хотелось, чтобы ты вот этими своими знаниями накопленными поделился сегодня с моей аудиторией. Обязательно, да, конечно. Много этим занимаемся лет и что знаем, поделимся всей информацией, которые какие-то были ошибки или достижения, поделимся с людьми, с ребятами. Что сейчас происходит на рынке? Люди в шоке от вставок? Ты знаешь, уже прошел шок. Уже, как мы видим это, люди все время пытаются найти какой-то ответ на какой-то сложный вопрос. На самом деле, ну, как по мне, потому что мы этим уже занимаемся 20 лет и видели уже все там вверх, вниз и так далее. Если честно, ничего не происходит. То есть все, в принципе, нормально. Опять же, кто-то скажет, ну, как же, огромные цены, огромные процентные ставки и так далее. Но цены были огромные 5 лет назад, 10 лет назад. Это смотря с чем сравнивать. То есть я когда покупал недвижимость, какие-то инвестиции 8 лет назад, 4 года назад, и вот мы в этом месяце купили одну недвижимость, я все время ахаю, ну, куда же еще, ну, как бы, а может быть. Но оно на самом деле, это просто человеческий фактор, да. То есть в плане процентной ставки уже прошел шок. Люди сегодня покупают под 7-8%. Кто-то ждет, кто-то говорит, что нет, это я никогда не буду, я жду 3%. Это ждутся они или нет. Я не верю в это, но кто-то есть надежда. Люди просто, они, когда смотрят куда-то вдалеке, они под ноги, скажем, себе не смотрят, они забывают, сколько на аренде они тратят деньги, сколько они теряют денег, не списывая налоги и так далее. Забывают про такую большую картину, да, но они ищут просто процент. Опять же говорю, если человек не может себе позволить под сегодняшний процент, это дорого на самом деле, 100% не нужно покупать, на себя вешать какую-то ножу, которую ты не можешь тянуть. Смотри, мы сейчас находимся в твоем офисе, и это очень классный офис, большой, и ты для меня пример. Человек, который вырос, многого добился, но ты к этому как-то пришел, когда ты переехал в Соединенные Штаты Америки, и работаешь на этом рынке, и у тебя есть опыт твой. Можешь рассказать, когда ты первый раз побывал в США, и как ты сюда переехал? Да, начался путь уже давно, я оригинальный, мы приехали сюда в 95-м году, и первые 5-7 лет мы ездили туда-обратно, были с Украины мы приехали, переезжали туда-обратно, ездили полгода там, полгода здесь, и уже вот с тех времен, где-то в 2003-2004-м мы уже начали заниматься как бы ипотечным кредитованием с моими друзьями и партнерами, мы решили открыть компанию, и оттуда все началось, началось все так немножко спонтанно. Мы работали в моргичной индустрии в другой компании, и решили, мы поняли, как бы, как работает рынок, и поняли, что мы можем сделать это лучше, и оригинально наша концентрация была на людях, которые это эмигранты, такие же, как мы, люди, наши знакомые, друзья, кому мы начали помогать, и постепенно уже начали перерастать, больше расти и помогать больше людям. Ну, слушай, ну вот здесь вот мы едем, да, здесь лес, но вокруг дома? Да. И я даже вот просто, почему меня восхищает недвижимость, это, я смотрю, это такие деньги, миллион долларов, 3 миллиона долларов, то есть то, как она растет, это… Это да, знаешь, как люди говорят, когда дорого, но когда-то этот дом кто-то купил за, это, образно, 50 тысяч долларов, там, 30 лет назад, и ему все говорили, отговаривали, что ты делаешь, 50 тысяч долларов – это сумасшедшие деньги. Прошло время он никогда больше 50 тысяч не стоил, он, может быть, стоял, не шла недвижимость сильно вверх какой-то год, потом нашла вверх, то есть все время были какие-то вещи, но как бы ты ни крутил, что бы ни говорил вокруг вот этот инфошум, который происходит всегда, это… Мы 20 лет назад, когда открывали компанию, мы слышали это и говорили, надо подождать, и через 5 лет, ну, я говорю, это каждый год одно и то же. Есть люди, которые с опозданием это делают, они делают это через опозданием год или 10 лет, а кто-то никогда не решается, и он все время ждет, ну, когда-то он будет прав, то есть когда-то будет какой-то обвал, он говорил, я же говорил. Ну, скажем, американцы, культура американская, она другая, в ней есть свои минусы и плюсы, просто как по мне, сколько я уже нахожусь долго в Америке, я все равно, скажем так, не ассимилировался, скажем, до конца. Есть многие люди, которые приезжают в Америку, они полностью, ну, скажем, переходят на другую сторону, да, то есть как бы и они отходят от, откуда они приехали, они переходят больше в американский такой рынок, скажем. То есть лично в моем и те же люди, с кем я дружу, общаюсь, вот эти все года, у нас у всех, то есть это, ну, большое количество людей, которых я уже знаю, 99% людей это общение только со своими же людьми, ну, я имею в виду люди из СНГ, эмиграции, да, то есть все говорят на русском языке, с американцами прямо дружба вот какая-то, ее, ну, по крайней мере, у меня нет такого опыта. Родителям здесь не заходило, мне тут не нравилось, мы как бы так на полуставки там и там катались, до того времени, пока уже чуть старше не стал, и мы уже здесь обосновались, уже начали как бы вот с ребятами моими друзьями и партнерами уже вот 20 лет. А не нравилось почему? Потому что непонятно было, не было, как мы обсуждали интернета. Ты знаешь, да, мне было, кто-то приезжает и быстро очень ассимилируется, быстро мне, ну, во-первых, такой возраст, мне было там 16 лет, и я считаю, в Америку нужно ехать, когда тебе или уже там 20+, или ты маленький ребенок, то есть как бы, когда вот это посередине, такое время. Маленькие взрослые. Да, и вроде еще не взрослые, и как бы там друзья, там все, и тебя тянет туда, и меня, то есть кто-то, опять же говорю, быстро, наоборот, пыталось, считалось такое, когда в этом возрасте ты должен, наоборот, уходить от русскоязычных, типа там, потому что они такие новоприбывшие еще такие, ничего не знаю. А и некоторые хотели, наоборот, уйти от этого. А кто-то, то есть я остался, и у меня образно все мои друзья, которые даже до сих пор мы дружим, это люди, которым я познакомился еще в детстве, да, то есть как бы здесь. Ну, просто, как говорю, это чисто мой лично был такой опыт, где мне больше нравилось дома на Украине, где там мне все устраивало, да. Родители строили бизнес там и так далее, поэтому они там находились, и, ну, было такое время, первое такое эмигрантское притирание, немножко долгое, но потом уже, это уже дом. А когда ты понял, что, ну, вот здесь дом, типа, когда появились первые большие деньги, или когда появилось понимание, что все работает, или какие-то первые друзья? Ну, не, ну, уже, наверное, когда семья здесь, жена, дети. Женщина. Женщина виновата во всем. Ну, как бы, да, что меня уже здесь, скажем, пустил корни, скажем так, да, и это уже было моим таким, скажем, якорем, да, таким что-то, заикорился. Я все равно постоянно езжу на Украину, как бы, да, ну, сейчас вот пару лет меня не было, но, как бы, я все равно, у меня там до сих пор друзья, и мы общаемся, дружим, я, как бы, очень вовлечен в ту жизнь, как бы, да, но все равно это мой дом, здесь все, здесь, ну, здесь все мои друзья и все мои... Ну, я, кстати, скажу, что в этом ничего плохого, кстати, нет. Кто-то говорит, что все, я уехал с глаз, с сердца ООН, ну, мне кажется, что это, в принципе, для кого-то, может, и работающая схема между какими-то двумя странами находиться, если человек это устраивает, то почему бы и нет. Конечно, да. Саша, скажи, где мы сейчас находимся, что это такое за котлован? Да, мы находимся в нашем проекте Spalding Project, который находится в Лос-Анджелесе, здесь будет скоро находиться 26 юнитов, 6 этажей, дом, жилой дом, не кондоминиум, это просто apartment building. А сколько времени прошло с того момента, как у вас появилась эта территория до момента появления этого котлована? Да, здесь до этого был маленький небольшой дом, примерно 4 месяца, как мы снесли дом и уже вырыли котлован и вот залили его бетоном. А сколько еще по времени вы будете строить? Да, примерно еще 12-14 месяцев до того, как будет готовый проект. Ну, это достаточно быстро. Обычно я слышала, что это где-то месяцев 30. Да, ты знаешь, оно на самом деле идет быстро, потому что у меня тоже были маленькие проекты, даже тоже ремонт дома, который занимал дольше, чем снос этого дома и вырыли котлована. Поэтому, когда ты работаешь с компанией, которая вот сегодня, кто занимается construction, это компания американская большая компания, для них 26 юнитов, это скажем, самый небольшой проект, который они делают. Они строят 100, 200, 300 юнитов, поэтому у них все идет настолько быстро, что мы за ними не успеваем, как они это быстро строят. Есть контракт, в который они должны, обычно по контракту у нас 18 месяцев, где они должны закончить весь проект. То есть примерно мы идем вот по графику. А вот дом напротив стоит, это вот что-то такое должно получиться, как у вас? Да, то есть это вот был один из тех примеров, почему, когда мы приехали сюда на локацию, здесь стоял такой уже старенький, убогий дом. Вот ребята построили здесь буквально пару лет назад новый дом, он три этажа у них, у них немножко меньше лад, им разрешили столько строить, меньше юнитов. И это вот то, что когда ты смотришь, вообще по районам ты ездишь, ты смотришь, есть старые дома, старые дома, вдруг появился новый construction. Это меняет район, поднимает аренду, и люди постоянно, одни выезжают из района, другие заезжают, которые могут себе позволить. Особенно, причем локация эта хорошая, здесь стоял, называется Olympic Hospital, это был старый госпиталь, который вышел из бизнеса, и UCLA его купил. Они вложили 400 миллионов долларов, он буквально находится пару блоков отсюда. Рабочие места. Да, UCLA, то есть получается будет бумать сейчас новый госпиталь, который будет строиться. UCLA медсестры, доктора будут здесь переезжать жить. Это для них идеальное место пешком на работу. Поэтому это тоже была одна из вещей, почему нам эта локация понравилась. Одно из самых важных, наверное, вещей, когда ты смотришь на какой-то проект, это маленький флип или большой construction, это локация. Где это будет? Потому что иногда ты переплачиваешь дороже за землю, потому что это район, и в чем есть потенциал. То, что это больница, это огромный потенциал для этого района и для цен, которые будут здесь сдаваться. Потому что мы понимаем, мы будем дороже сдавать немножко, чем маркет. Потому что люди, которые живут рядом, они могут себе позволить, им это удобно. Вот у меня такой вопрос, с которым сталкивается большинство мигрантов, языковая среда новая. Как она тебе далась? То есть для тебя это было сложно или, будучи ребенком, ты все-таки легко встроился в нее? Ну, было сложновато, могу сказать, да. То есть, опять же, кто-то быстрее по языкам. До отъезда меня заставляли ходить к каким-то там репетиторам, учить английский. Ну, я пошел здесь в школу, был немного в школе, потом мы обратно уехали на Украину. Поэтому, почему я английский не так быстро выучил? Потому что я полгода жил тут, полгода там, и я так, скажем так, в легкую это все изучал. Поэтому, на расслабоне таком, да. Поэтому оно было немножко дольше, но со временем все выучивают и никуда не денешься. Ну, ты считаешь важно, ну, типа, дать ребенку возможность, чтобы на двух языках он говорил? Или, типа, английский и, типа, только английский? Да, я считаю, что это важно. Во-первых, это для развития хорошо, когда человек знает несколько языков, но и плюс, ну, как бы для меня важно, чтобы они хотя бы со мной... Ну, не то, что я могу с ними и на английском тоже разговаривать, но желательно, я хотел бы, чтобы это оставалось, как бы так. Ну, это та проблема тоже такая. Философская, с которой я сталкиваюсь со своим ребенком, она вот тоже русскоязычная. Ну, у меня микс садик, то есть там часть на английском, часть на русском ходит. И, как бы, как родитель ты стоишь перед выбором, как иммигрант родитель. Типа, на каком языке твоего ребенка там воспитывать в начальной фазе. Понятно, что потом они тебя спрашивать не будут особо, да. Но сейчас вот мы выбрали такой вариант, что это 50 на 50. И, как бы, я не знаю, насколько это правильно. А здесь нет, наверное, нет ответа правильно, неправильно. Это, как бы, если они даже чуть-чуть будут знать, это... Кто-то, наоборот, ну, и сами родители уходят в английский. Ну, то есть они, как бы, ну, образно, есть браки, где, образно, там, муж или жена американцы, где, ну, им нужно приходится разговаривать, и все так. Но люди, которые русскоязычные, как бы, многие, по крайней мере, кого я здесь знаю, многие идут вот в таком формате. Или наполовину, или, ну, хоть как-то что-то есть. Но они, в любом случае, потом переходят на английский, и ты, что бы ты им ни говорил, они все равно будут говорить по-английски. Ну, по крайней мере, они себя где-то знают, что они могут, например, с бабушками, они могут разговаривать по-русски, да. Уже с акцентом, но они хотя бы с ними разговаривают так. Давай поговорим про те виды ипотеки, которые бывают, там, для разных людей. Потому что это очень такой насущный вопрос. И для тех людей, которые вообще, ну, как бы, думают про покупку дома, но с этим никогда не сталкивались. Это просто дремучий лес, через который вообще ничего не видно. Давай начнем с того, типа, с чего нужно начать, когда ты хочешь купить дом? О чем нужно в первую очередь? Позаботиться? Хороший вопрос. Нужно подумать. Это да, это самый, наверное, такой важный вопрос. Потому что люди 99% начинают свой путь не с того конца, скажем так. В первую очередь нужно прийти к банку, к брокеру, в честь, неважно куда. Кто-то, кто занимается финансированием. И узнать, на что человек может позволить себе, что ты можешь купить. Какая конкретно у тебя программа. Потому что у тебя, у меня еще 20 разных людей. Будут разные программы, разные процентные ставки. Все разное будет абсолютно. Можно вообще это, могу я сегодня это сделать, позволить себе или нет. То есть в первую очередь это проконсультироваться. Это бесплатно. Просто узнать, на что ты можешь себе, какой твой план, что ты планируешь. И мы тебе скажем, что ты можешь. Вот оттуда, если ты уже понял, что мне подходит, мне устраивает платежи и так далее. Я могу позволить себе недвижимость купить за какую-то сумму денег. Только потом уже начинаю думать, искать, с агентом работать, выискивать недвижимость. Ходить на Зилу, смотреть дома красивые и все остальное. Потому что люди обычно пропускают этот момент. Они идут напрямую с агентом уже искать, ездить, искать какие-то классные недвижимости. Им оно нравится. Они загораются, что я хочу этот дом. Потом они приходят и, получается, они не могут это сделать. Потому что они не были готовы по какой-то причине. Это частая такая вещь, к сожалению. Поэтому мы пытаемся поменять мышление немножко людей. Чтобы вначале начинали с этой стороны. Получите приаппровал. Приаппровал – это понять, на что вы квалифицируетесь. Только потом начинайте искать. Хорошо. Человек готов? Человек получил свою приаппровал лэрер? То есть первое, что нужно сделать, это получить приаппровал лэрер от лендера какого-нибудь, да? То есть идем? Грубо говоря, ты пришел к нам, и мы тебе сделали приаппровал письмо. Оно берет, если человек нам дает все документы в течение одного дня, в течение пары часов, оно будет готово. И он там может увидеть, хорошо, ты можешь себе позволить, друг дорогой, там дом за 600, за 700, за 800, за 5 миллионов долларов, да? Следующий шаг. То есть человек нашел дом. Он говорит, хорошо, мне теперь нужно каким-то образом получить ипотеку. Есть разные виды ипотек с разными взносами для людей, занятых в разных сферах. Давай поговорим о том, какие виды ипотек бывают и кому они лучше подходят. Да, да. То есть это и есть процесс приаппровала. То есть до того, как мы выдаем человеку приаппровал, мы смотрим на какую программу он подходит. И на самом деле многие люди не знают, сколько есть разных программ на рынке, и что они могут сегодня реально что-то приобрести, но они где-то слышали, что они не могут. Что это очень дорого, что нужно очень много денег и так далее. То есть на самом деле у каждого индивидуально будет своя ситуация. То есть есть программы, их популярных 5-6 программ. Первое – это стандартная FHA. Это для человека, который… Я бы сказал, чтобы вернуться немножко назад и не путать людей, можно разделить это на такие две дороги, два лагеря. Первое – это если у тебя есть работа, налоги, кредитная история, легальный статус, если ты находишься здесь, ты можешь покупать недвижимость с минимальным первым взносом или без первого взноса. Скажем, ты можешь использовать FHA, Conventional, VA. Это все программы, которые… Давай поговорим про них. Хорошо. А второе – это люди, которые зарабатывают деньги, но у них нет налогов, у них нет легального статуса. То есть у них есть налоги, они самозанятые, у них свой бизнес любой. Они там в тракомо-бизнесе, у них ресторан, Uber, что угодно. Маникюр. То есть они зарабатывают деньги, они или наличными их получают, они списывают налоги, они приходят к бухгалтеру, кто пытается это занесить, их налоги, чтобы не платить больше, и это правильно. Они пользуются этими вещами, чтобы не платить больше налогов, но они не могут получить ипотеку. И для них есть отдельные программы, которые позволяют им это сделать. И многие люди про них не знают, потому что обычный банк, который мы говорим в «Осфарго» и так далее, они их не делают. Поэтому, когда человек приходит первый раз, обычно идет такой путь, у него есть аккаунт в банке, он приходит в банк и говорит, ребята, у меня с вами аккаунт, посмотрите, что вы можете сделать. Они говорят, мы не можем тебе помочь. Тебе нужно зафайлыть 850 тысяч долларов и уплатить миллион налогов, тогда приходи к нам. Он уходит и говорит, все. Сели с женой и говорит, извини, не получается в следующий раз. И они эту мысль откладывают и должны оплатить аренду годами, десятилетиями, не узнав. Поэтому нужно все время спрашивать, переспрашивать. Если тебе отказали в двух местах, спроси у третьего. Потому что есть все равно кто-то, кто это может сделать. Если уже прямо 3-4 места тебе сказали нет, тогда можно успокоиться и понять. То есть обычно тебе нормальный брокер просто объяснит, что нужно сделать. Если ты говоришь, у меня нет работы, у меня нет денег, ничего нет. Ну, бывает. Но вот есть такие-то варианты, которые тебе нужно сделать в ближайшем будущем. Да, ты не готов сегодня. Может, через три года ты будешь готов. Но тебе, чтобы подойти туда, тебе нужно какие-то вещи сделать. Поэтому, если мы говорим про вариант первый FHA, стандартный, что почти все люди используют, которые покупают первый раз. Нужно 3,5% первого взноса иметь. И таким образом ты можешь купить себе недвижимость. Хорошо. Давай поговорим еще про тех людей, которые не могут себе купить. Про этот определенный пласт. Вот эти люди, то есть они, не знаю, кто-то сказал, в каких-то бизнесах они работают, и они максимально пытаются свои бизнес-расходы показать и уменьшить налогооблагаемую часть. То есть для этих людей это единственный путь идти? То есть надо идти к какому-то таможенному брокеру. Ой, таможенному брокеру. Это я уже больной по своей теме про таможенных брокеров говорю. А идти к ипотечному брокеру? То есть смысла нет идти в банки в большинстве своем? Или есть все-таки? Нет, спросить они могут. Оно не имеет какого-то огромного значения в том плане, куда вы пойдете. Просто если человек знает, что у него нет заработка, он уже об этом знает, то идти в обычные банки ему 100% сегодня не сделают. Может быть пройдет, просто чтобы вы понимали, мы это сегодня у нас октябрь 23 года. В декабре 23 года может поменяться ситуация, и все банки будут делать или не будут этих программ, или поменяются другие. И всегда что-то происходит. Поэтому вообще какая-то информация по ипотечному кредитованию, которое вы получаете, она стареет очень быстро. Поэтому буквально месяц может пройти, и вот банк один был, он ее перестал делать. Или наоборот, просил раньше 20% первого взноса, сейчас просит 5% взноса. То есть всегда что-то меняется. Но имеет ли смысл человеку, и он хочет купить дом, у него есть такая цель у себя, и он понимает, что он сейчас не дотягивает, прийти к кому-нибудь брокеру и сказать, слушай, помоги мне разобраться, в чем мне надо, где подтянуть, доход может быть, где-то дополнительную работу взять, может быть где-то, не знаю, там… 100%. То есть нужно сделать консультацию, она бесплатная, это ничего не стоит, это безболезненный процесс, нужно какие-то пару документов показать, посмотреть, и в течение одного дня у человека будет полная картина, вот что можно, что нельзя. Очень просто. Не нужно выдумывать самому, выискивать… Естественно, человек хочет получить больше информации, поискать больше… классно это приветствуется, но все равно на интернете ты найдешь все, что реально есть. Потому что очень много запутанной информации, как ты говоришь, это дремучий лес, ипотека всех пугает, потому что это такое, на самом деле, нам просто легко говорить, потому что мы этим уже много занимаемся, и кажется, это просто, для нас это щелкает орешки, а для кого-то это очень сложно, но на самом деле, если просто поговорить с профессионалом, кто это делает, то есть если я машинами не умею заниматься, не умею чинить, я могу сидеть отдельно в гугле и искать, как поменять там мотор какой-то, или я приду к специалисту, который мне объяснит, как это сделать, или сам за меня это сделает. Поэтому то же самое и здесь. Не нужно самому это ничего делать, за вас мы все сделаем, и покажем вам все варианты, которые есть. А во сколько может обойтись такое здание построить? Сколько здесь будет? Три этажа? Шесть этажей. Шесть этажей. Шесть этажей. О порядке каких цифр мы говорим? Смотри, весь проект стоил изначально как получилось, то есть люди, которые есть отдельные компании, кто занимается таким бизнесом, они покупают старые дома, которые имеют правильную локацию и правильную зонинг, где они получают от города пермиты на стройку и продают уже, называется RTI, ready to issue permit. Потому что обычно самое долгое во всех этих проектах это получение одобрения от города, и это может занять года, три года, четыре года. Поэтому они несколько, где-то два-три года ждали получения этих пермитов, и уже продали нам этот проект, уже готовый. Поэтому мы экономим время, поэтому мы говорим за восемнадцать месяц только о самой стройке. Если бы мы оригинально купили бы дом и ждали бы, да, это было бы там образно пять лет. А оригинальная покупка вот этого старого дома стоила пять миллионов долларов, уже с готовым пермитом. То есть чисто теоретически те люди, которые хотят таким бизнесом заняться, покупают, берут в ипотеку дом, покупают его, и они знают все законы, которые есть в определенной местности, потом просто собирают пакет документов, подают его в Сити, и потом за проделанную работу надбавку свою делают и получают. Да, да. То есть они, кто-то доводит проекты до конца, они взяли, купили, получили пермиты и построили, а кто-то не хочет этим заниматься, и они просто его уже продают готовы, и уже это наша, скажем так, головная боль, строить и все остальное делать. Поэтому в конкретном этом случае они продали нам проект за пять миллионов долларов уже готовый, и мы с первого дня уже начали уже работать со стройкой. Весь проект обойдется с семнадцать миллионов долларов, уже с самим покупкой дома старого и с самим констракшеном. Двенадцать на стройку, да? Да. И вы с этим проектом хотите его перепродать, или вы хотите его сдавать, чтобы это сделать? Да, скорее всего это будет на продажу. Почему? Скорее всего, потому что иногда бывает, так как аренда сегодня растет, и она будет в ближайшее время продолжать расти, но такие проекты – это самое основное, от чего цена отталкивается. То есть какая аренда будет в недвижимости через, скажем, два года, или полтора года. Мы даже по сегодняшним уже цифрам, то есть тут уже все будет в плюсе, и все наши инвесторы, и мы будем вправить. Квартиру можно сдать в таком здании? За сколько денег? Через 18 месяцев, да? На сегодняшний день мы смотрим, то что сдается здесь в Эре, примерно три тысячи, три с половиной за юнит аренду. Это 60, 60, 70, 80 тысяч? Ну здесь просто будет микс. Здесь, опять же, чтобы построить такие проекты, потому что по правилам, в зависимости от размера площади своего лата, тебе дают определенное количество построить. То есть обычно, к примеру, дали бы на такую стройку, там, 15 юнитов, к примеру. Но чтобы попросить у города больше построить, ты должен выделить несколько юнитов на low income. То есть обычно в этом здесь конкретном билдинге будет три юнита, которые будут сдаваться людям под low income. Таким образом город говорит, окей, теперь мы тебе дадим экстра 10 юнитов построить, которые ты можешь заработать на этом больше. Поэтому здесь получится профит, потому что здесь будут и три бедрума, и четыре бедрума, и два бедрума, будет микс. Поэтому тут, если я точно сейчас не ошибаюсь, профит будет в районе 110 где-то тысяч в месяц. Аренда. А это уже имеет, да, это не заработок как бы наш, это имеется в виду гроз, который от этого отталкивается цена самой недвижимости. Чем он больше, тем, естественно, дороже сама недвижимость. У тебя давай поговорим, так скажем, про традиционную ипотеку, какие-то более традиционные кейсы. Это как раз вот то видео, которое я бы для себя в прошлом сделала, когда я только покупала свою недвижимость. Вот какие виды ипотеки есть? Ты их перечислил? ФИЧ, ФИЧ, Конвеншнл, это такие два варианта, которые подходят, ну, множество людям. То есть, ФИЧ и Конвеншнл, это люди, ФИЧ это обычно берется людьми, которые покупают первый раз, но не обязательно. Там минимум 3,5% первого взноса, но есть даже варианты без первого взноса. Они позволяют тебе купить, не давая никакого первого доунпеймента, ты можешь купить с нулем. Но во всех этих программах нужно иметь заработок. То есть, стандарт, тебе нужно иметь два года работы, два года налогов, дабл ютуб, эстабов, этих всех вещей, кредитную историю, легальный статус в Америке и так далее. То есть, ты имеешь это, ты можешь спокойно подойти на вот эти программы, квалифицироваться и дать небольшой первый взнос. Если, ну, кто-то подходит под это. То есть, когда мы разговариваем с человеком, в первую очередь мы смотрим на эти программы и мы говорим, окей, что можно сделать здесь. Если мы видим, у человека нет заработок, то есть, есть заработок, он списывает, не подходит, мы тогда смотрим уже на другую сторону, скажем, нетрадиционных этих ипотек, где они называются такие портфолиолоны. То есть, их обычные банки делают, это не частное финансирование. Просто большие банки их не делают, а банки помельче делают. Но они, в основном, тоже не работают с клиентами напрямую. Некоторые работают, некоторые нет. И там мы можем уже подобрать им конкретную ситуацию. К примеру, какие есть популярные программы с этой стороны. Белое и черное. А есть банковские стейтменты. То есть, место, ты на всех этих программах не должен показывать. Налоги, пейстабы, никто не нужно показывать. Ты показываешь, к примеру, банковские стейтменты своего бизнеса. И мы можем их использовать, как твой заработок. К примеру, у тебя есть там, опять же, возьмем трак-бизнес. У тебя трак, у человека траковая компания, или один трак. Он через него проходит, образно, 20 тысяч долларов в месяц. Потому что он грузы возит. Это не его заработок, понятно. Он должен отдать, там, куча расходов есть. Но эти 20 тысяч долларов мы возьмем, как заработок. И таким образом человек может квалифицироваться. У кого-то есть, не знаю, какое-то там, производство какое-то, где у него проходит через него, там, 500 тысяч долларов в месяц. На самом деле, он может быть в минусе. Ну, теряет на этом бизнесе. Но банк возьмет 500 тысяч долларов, которые он использует. Так программа работает. И это очень популярная сегодня программа. И почти все люди, которые самозаняты, ее используют. Но там нужно минимальный взнос 10% иметь. То есть там нету 3-5%. Минимум 10% и выше. Есть следующая программа, называется Profiting Loss. То есть это выписка дебет-кредит от бухгалтера. Бухгалтер пишет, что у вас заработок такой, и все. И это все, что банк хочет. Есть программы для инвесторов. То есть, если ты покупаешь инвестицию, мы ничего вообще не спрашиваем. Мы спрашиваем только, чтобы недвижимость себя окупала. Ты будешь делать это через Airbnb или в долгу сдавать. Но главное, чтобы аренда покрыла твои расходы. Если он подкрывает, ты квалифицируешься. То есть у тебя уже должна быть работающая недвижимость? Ты можешь купить в первый раз. Да. У тебя ничего нет. Ты покупаешь в первый раз. Одна программа, которая позволяет 10%, это Bank Statement. Все остальные уже 20%. То есть, если уже есть 20%, потому что для банка риска больше. У них, они не проверяют, у них нет никаких документов. Они, естественно, хотят выше перевознос. Там процент будет где-то на 1,5% выше, чем рынок. Ну, есть такие... Не все идеально, но оно дает возможность человеку купить. И он покупает, через какое-то время он сможет перефинансировать, если он захочет. Если ставки, к примеру, опустятся. Самая простая ипотека – это Conventional Loan, да? То есть, самая классическая, наверное? Классика, да. Conventional – это такой стендарт, где обычно человек берет такую, если он квалифицируется. Опять же. То есть, в чем заключается, что ты приходишь 20%, положил, можешь меньше? Conventional – минимум 3%. Тоже 3%. 3% положил. Да, и покупаешь. И берешь ипотеку. А в чем разница между FHA, вот этот First Time Homebuyer, и... Разница есть небольшие, потому что, например, FHA позволяет... Если у тебя кредитная история, например, не очень хорошая, то FHA лучше подойдет. Если mortgage insurance отличается в разных программах. То есть, обычно мы хотим сделать FHA, потому что он дает ниже ставку сегодня, и поблажки немножко дает по кредиту. Но если у человека хорошая кредитная история, у него все идеально, то Conventional подойдет ему лучше. То есть, это все индивидуально смотрится. Там везде свои минусы и плюсы есть, но они очень на себя похожи. Ты упомянул insurance дополнительно, который надо покупать. В каком случае ее обязательно надо покупать? В каких случаях она как бы не обязательно? К примеру, в этой стороне, там где bank statement 10% она не нужна, ее там нет. Во всех программах FHA Conventional, если ты дает меньше 20% взноса, ты будешь все время иметь mortgage insurance. Это на тот случай, если вдруг ты... Если человек перестал не сможет платить, то страховка отдает банку деньги, потому что, опять же, это на них больше риска. Человек дает маленький взнос, значит, он может оставить эту недвижимость, бросить. Поэтому они хотят, чтобы он купил. То есть, страховка человеку не нужна, она нужна банку. Просто банк заставляет ее взять и чтобы ты за нее платил. То есть, это как бы выкинутые деньги, но она так работает. Как еще? Какие еще есть программы для того, чтобы купить? Есть какие-то программы для военных, да? Есть VEA, да. VEA это программа для людей, которые были в армии. Или служат сейчас, или служили когда-то. Они... Это хорошая программа, но просто... Среди русскоговорящих людей немного людей военных. Есть блогер один. Мы, я не знаю, возможно, с ним заочно только знакомые. Я знаю, что он смотрит мой канал. Я смотрю его, Руденко его зовут. По-моему, фамилия такая. Вот он военный бывший. А, да, мы с ним снимали видео. Да, и вот он как раз рассказывал, я помню, про такой видео. Да, да, я просто говорю, это классная программа. В чем ее плюс? Ноль первого взноса. И нет моргичных шуринуса. И ставки низкие. То есть они дают вот такие бенефиты людям, которые были в армии. Мне кажется, ну, потому что, например, я живу в Сан-Диего, и, наверное, очень есть процент эмигрантов русскоговорящих среди моих знакомых. У меня есть приятель, который, друг, тоже в армии служит. Просто они не очень публичные. Да, да, да. Да, но, тем не менее, они точно такими же программами. Мы делали эти программы, и в основном люди, которые мы делали, они были как раз из Сан-Диего. Просто, опять же говорю, не только за русскоязычных, мы работаем, ну, и с американцами тоже. Просто я говорю, с американцами у нас больше есть VA клиентов, чем из русскоговорящих, сейчас об этом понимаю. Но программа отлично, она есть, если человек под нее подходит. Это такие ипотеки для тех людей, которые покупают свой первый дом, грубо говоря. Ну, первый. Ну, в основном, да. Какие есть опции для тех людей, которые хотят инвестировать? Объясню. Например, я снимала ролик про флиппинг домов и то, как этим бизнесом люди занимаются. И в Калифорнии, в частности, да, я столкнулась с таким пониманием, что объем инвестиций, он должен быть большим. И как бы без заемного капитала вот это все провернуть будет очень сложно. И то есть, скорее всего, нужно привлекать заемный капитал на такие проекты. Есть много разных способов инвестировать в недвижимость, да, вот есть флиппинг домов, есть краткосрочная аренда, есть большие девелоперские проекты, которые строят здания на несколько, на десятки юнитов. Вот как тем людям, которые хотят пойти вот по такому пути, у которых, возможно, уже есть первый дом, и они размышляют над тем, чтобы они скопили каких-то еще денег, и они размышляют над тем, чтобы эти деньги приумножить с помощью того же самого заемного капитала. Как им быть? Какие программы есть? Вот, допустим, давай начнем с флиппинга. Вот, флиппинг домов. Ты говоришь, что ты тоже этим занимался. Ты как бы в теме как это работает. Да. Что делать? Куда идти? Где денег взять? Варианты, да. Варианты есть. Во-первых, инвестиции есть с разных сторон. Ты можешь как инвестировать как клиент флиппер, ты можешь также инвестировать как и лендером быть в этом отношении. То есть, к чему я веду, что если у человека есть, ну, какая у него надобность. То есть, как бы я, к примеру, инвестор, грубо говоря, у меня есть 100 тысяч долларов. Угу. Я могу сказать, окей, прийти, образно, к нам, и мы дадим тебе, ты говоришь, я хочу флип сделать. И мы, ты дашь свои 100 тысяч долларов, мы тебе дадим остальную часть денег, и ты можешь купить мне флип, его подчинить и продать, заработать там деньги. То есть, короткие деньги, так называемые, где ты можешь это сделать. С другой стороны, ты можешь одержать 100 тысяч долларов, дать кому-то другому, человеку, который тоже будет флипать, просто будет платить тебе интерес на твои деньги, да. То есть, просто у каждого есть своя немножко, на флипе ты, наверное, больше заработаешь, но ты также должен и делать всю работу. А кто-то делает это пассивно. То есть, ты можешь инвестировать, то есть, мы тоже занимаемся, у нас есть фонд, который занимается финансированием, ну, типа банка. То есть, люди инвестируют в фонд, а фонд выдает деньги под хардмани финансирование. То есть, таким образом, некоторые люди хотят инвестировать в фонд, некоторые люди хотят брать деньги из фонда, чтобы флипать. Вот, допустим, пришла, я к тебе, вот на цифрах, вот я говорю, Саша, есть 100 тысяч долларов у меня? Да. Вот я тебе дам, сколько они мне заработают эти деньги? Вот если я ничего не буду делать, буду сидеть и хочу процент. Окей. Ну, да, я 100 немножко занизил, просто фонды, чтобы нужно быть, 250 нужно иметь, да. Ну, поднимаем ставку. Не, ну, есть… Не 3%, а 6, извините, я ошибся. Не-не-не. Я к чему веду, я сейчас просто говорю за конкретный фонд, да. 100 тысяч долларов тоже есть. Есть фонды, которые 5 тысяч долларов примут. Ну, то есть, как бы, у них нет лимита. А, например, фонд, который мы менеджем, там минимум 250 тысяч долларов вход, и ты получаешь 8% годовых на свои деньги. Этот же фонд выдает деньги под 10%. То есть, плюс-минус, там, вот, заработок фонда, да. Но фонду там уже, примерно, 12 лет, и у него есть, ну, скажем, уже история того, что люди в 12 лет получают свои 8% годовых. Это если ты, как просто пассивный инвестор, ты ничего не хочешь делать, просто дал деньги, и кто-то у тебя их одалживает и на них работает. Это та история, которой занимается Гранд Кордон. Вот ты упомянул. Ну, я просто, как бы, он очень активен тоже в социальных сетях, и он как раз говорит людям, что, типа, ребята, несите сюда, мы будем покупать там какую-нибудь элитную недвижимость. Это немножко другое, да. Похоже, но фонд ничего не покупает. То есть, они что делают, они, ну, для такого типа компаний, сейчас их очень много, это просто вкладчено. То есть, мы скинули все по 100 тысяч долларов, купили один дом и сдаем его в аренду. Ну, или купили какой-то проект, какой-то офис-билдинг или что-то в этом роде. И получаем дивиденды. Это немножко долгий продукт, потому что из него тяжело выйти. Потому что ты стоишься дольщиком компании. Фонд ничего не покупает, он только выдает долг. Поэтому с фонда легко выйти и легко зайти. То есть, ты себя не лимитируешь в том, что ты должен минимум какие-то года быть в нем. Ну, это, например, то, что я делаю как тоже инвестор. То есть, я также инвестирую. Я могу частно дать тебе деньги. Чисто вот мы с тобой оба встретились и говоришь, слушай, я хочу флип, и я лично дал тебе деньги. Это немножко активная, не пассивная вещь. Потому что завтра, если ты мне должна платить, я должен менеджить это все. И если ты мне перестанешь платить, я должен за тобой бегать и договариваться. Для этого был фонд создан, где люди инвестируют в фонд. И там сегодня 60 миллионов долларов заинвестировано денег людей, инвесторов. Я там инвестор, ты там нету хозяина. То есть, это просто тоже такая флэш. Но там выдаются деньги только под финансирование. В чем его безопасность, скажем так. Если ты хочешь деньги отложить в фонде под покупку недвижимости, ты должен дать минимум 30-35% первого взноса. То есть, мы даем тебе 65%. Поэтому, если что-то происходит, то фонд держит, скажем, в залоге твой дом. И ипотеки даются короткие. 6 месяцев, 12 месяцев. То есть, это номер один. Но если ты хочешь флиппингом заниматься, ты придешь в тот же фонд или ко мне, или к тебе. И ты тоже должен обычно дать 30% первого взноса. И тебе дадут финансирование на твой флипп. Опять же, вернемся назад по вопросу, как человек может начать. Он получает финансирование. Называется hard money. Это такие тяжелые деньги. Где мы финансируем такого человека на флипп маленький. Опять же, человек приходит и говорит, я хочу купить старый дом, починить, покрасить его и перепродать. Мы финансирование тебе дадим в течение двух дней. Но ты его купишь как кеш. Как будто ты за наличие накупил. Потому что этот проект хотят купить многие люди. И там он в плохом состоянии. Многие инвесторы, ты и я, еще 50 человек хотят купить этот один и тот же проект. Поэтому, кто получит самое выгодное финансирование быстро, выиграет этот тендер, скажем, на покупку такого недвижимости и может зарабатывать на ней. То есть, когда люди дают offer, что они типа all cash платят, то есть полностью наличкой, то это в большинстве случаев у них нет налички. 90% нет. Они берут hard money под какой-то процент, который повыше, чем, допустим, ипотека. И могут сказать, что вот у меня через два дня есть вся сумма и я забираю. Продавцу все равно, на самом же деле, кеш никто же не видит. Оно все равно, ну это название кеш, да, наличное. Ему главная скорость. Потому что бывает, человек реально кеш наличными, но ему пока вынят с каких-то налогов, ему надо продать какие-то стаки и так далее, оно займет дольше, чем мы ему деньги выдадим. Поэтому в 90% случаев все, кто пишут кеш, они потом берут частное финансирование. Не потом, а в этот же момент берут и просто закрываются через финансы, которые направлены. Тогда второй вариант. То есть про флипы, по-моему, да, все мы проговорили. То есть второй вариант, там, краткосрочная аренда Airbnb. Как это работает со стороны, как эту краткосрочную аренду и ипотеку под нее видит банк? Ну то есть как ее взять? Банк сегодня разрешает краткосрочную аренду. То есть в принципе смысл тот же самый. Ты берешь или conventional loan, или bank statement, или какой-либо loan для инвесторов, на то, что я говорил. Любые эти программы работают под инвестицию. Тебе нужно иметь минимум 20% своих денег первого взноса. И ты покупаешь недвижимость и говоришь, я буду сдавать за такую-то сумму денег. Airbnb мне будет принести столько денег. Они это смотрят и получается уже автоматом дают тебе аренду, которая будет в будущем. То есть у тебя примерно платеж за ипотеку будет 5000 долларов. И ты им говоришь, я буду сдавать это тоже за 5000 долларов. То есть они говорят, окей, оно покроет свой расход. Там есть формула, там 75% они считают от общей. И дают тебе на это, чтобы ты купил. Вот и все. То есть если у тебя позволяют деньги, у тебя зарплата и так далее, это нормально. Тебе может быть не нужно использовать аренду, которая будет в будущем. И тебе в принципе все равно. Банку, если у тебя достаточно заработка своего, им все равно. Будет ты их сдавать в долгую или в короткую, они тебе дают ипотеку. Если не хватает заработка, тогда тебе нужно использовать аренду с ипотеки. То есть аренду, чтобы она покрыла твою ипотеку. В будущем. Да. Прогнозируем. Да. Мы находимся в районе называется Mountain Olympus. Это один из таких престижных районов города, в Лос-Анджелесе, в горах. Здесь очень много классных дорогих домов. И вот один из наших клиентов, мы финансировали этот дом. Он из этого по Airbnb. И мы можем его посмотреть и обсудить эти цифры, как все работает. Сколько стоит этот дом? Насколько его можно купить или за сколько купили этот дом? В смысле, сегодня он скорее всего оценится за 3 миллиона в данной локации. Оригинально его покупали дешевле, но он вырос за последние, не знаю, года полтора-два. Он уже, я точно не помню, когда я его приобрел. Примерно где-то года полтора, наверное, прошло. А намного дешевле его покупали? А если, сейчас, подожди секундочку, да, я уже принял. Пока он думает, я хочу сказать, что мы не разрешаем никакие тайны, мы с разрешением владельца это все делаем. Да, да, ну сейчас, да, он два с половиной он стоил. Два с половиной и на 500 тысяч долларов он вырос? Примерно, да, я думаю, за года полтора. Я не помню точно, когда он его купил, поэтому я сейчас с неба информацию беру. То есть этот юнит сдается на Airbnb, и за сколько его можно сдать за сутки? Сколько он может приносить? Полторы тысячи в день. В день, да. То есть есть какая-то информация по occupancy rate, за сколько он заполняет? 70%? Можем сказать, какой-то general, какой-то, как обычно, наверное, сколько? А, наверное, от сезона зависит. Я в Airbnb не особо. Ну, окей, я человек, у которого три квартиры было на Airbnb, еще в Берии. Я могу сказать, что если 70% заполняемость occupancy, то это, в принципе, считается нормальным. Если там до 80% заполнить, что это очень хорошо. Да, я не... Опять-таки зависит от локации. Да, здесь локация как бы классная, в том плане, что это человек, который хочет поехать в Лос-Анджелес и отдохнуть, и иметь такой немножко luxury experience. Он находится в локации, где буквально близко ко всему. Он не в Голливуде, где у нас, потому что название Голливуд, это уже не такое сильно, уже, в принципе, немножко грязное. Он над Голливудом находится, в горах. Поэтому люди, которые хотят здесь отдохнуть, они потом так же едут в Нью-Россо-Сити и все остальные, которые у нас прелести есть, там, города. Все очень близко. Поэтому, ну, за сколько он заполняется, не скажу. Непонятно. Ну, тогда посчитаем, а сколько выплатов за этот дом по ипотеке в месяц тогда получается? А, ипотека у него в районе 12 тысяч в месяц. То есть, по сути дела, ему нужно продать сколько? 12 делим на 2, это получается 6, и еще 9 ночей. То есть, 30, если 30 процентов заполнит дней в календаре, то, в принципе, он уже на окупаемости, его недвижимость выплачивается. Да, да. То есть, ну, я уверен, что он больше, ну, как бы, он в районе, наверное, за 50 процентов, 50-60 процентов, наверное, окупаемости, как я думаю. Поэтому он здесь в плюсе. Вот, допустим, если, ну, сейчас в том же самом Лос-Анджелесе, я знаю, что правила уже стачаются для тех людей, которые хотят на Airbnb сдавать. Но чисто теоретически, например, если я бы захотела купить дом в LA для того, чтобы сдавать его на Airbnb, второй дом. То есть, сколько нужно даунпеймент тогда на него положить, на такой дом? 20 процентов? Да. То есть, когда это инвестиция, это все на 20 процентов. То есть, неважно, что ты покупаешь, второй, третий, пятый дом. Если ты говоришь банку, что я буду сдавать его в аренду, это 20 процентов нужно дать, чтобы профинансировать такую недвижимость. А банк в учет будет брать то, что этот дом будет теоретически приносить сколько-то денег? Да. То есть, они очень долго на Airbnb не считали вообще. Они считали только в долгую. То есть, образно, такой дом, наверное, в долгую, по нашим меркам, наверное, в районе 15-17 можно сдать в месяц. Поэтому банк всегда считал только в долгую аренду, чтобы посчитать, сколько он может выдать тебе денег. В данном случае они уже начали принимать Airbnb. И поэтому у них есть RDNA веб-сайт, который они используют. Смотрят, сколько можно такую конкретную недвижимость сдавать. И они от этого тоже отсчитывают, сколько они могут профинансировать. Потому что, когда ты покупаешь инвестицию, очень часто банк дает тебе 75 процентов от аренды, которую ты будешь получать. Как тебе экстра заработок. То есть, у тебя своя работа и так далее, но тебе тут еще экстра заработок, который будешь получать за сдачу недвижимости. Поэтому иногда инвесторы, которые не показывают много денег, могут все-таки покупать недвижимость, которая сама себя отбивает. Им не нужно иметь огромное количество денег показывать на бумаге. Кстати, вот этот сайт RDNA, я много про него слышала, и я его использую для аналитики по разным рынкам. То есть, можно аналитику провести, насколько хорошо недвижимость сдается в Лос-Анджелесе или где-то еще по стране. Тоже такой частый вопрос у меня. Люди спрашивают в комментариях особенно, можно ли недвижимость купить иностранцу в США? И как это сделать вообще? Я знаю, что есть излюбленная МЕКа, очень многих чиновников это Майами. И они каким-то образом покупают. Обычный человек, у которого есть какая-то сумма денег. Может ли он, например, кредитоваться в США или не может? И как бы он купить недвижимость в США из-за пределов США? Да, есть такое на самом деле сегодня со всеми событиями. Мы видим больше людей, которые хотят, скажем так, купить что-то, запарковать свои деньги в Америке. Или есть, скажем, два вида людей, которые живут в СНГ. И у них нет даже, скажем, три вида. У них нет ни визы, ничего. Они вообще не могут приехать сюда, но хотят купить. Все эти люди могут покупать недвижимость. Есть люди, которые по визе туристической могут приехать в Америку, они тоже хотят купить. И есть люди, которые вот буквально как-то перешли границу нелегально, по каким-то статусам. И хотят тоже, они привезли с собой деньги, продали там какую-то недвижимость, хотят сразу купить недвижимость, чтобы не арендовать. Все варианты рабочие, но они все начинаются с минимума на данный момент с 30% первого взноса. То есть это самый такой большой взнос, который нужно дать. Потому что для банка это самый такой, скажем, высокий риск человека, который, ну, он на визе, он турист или он нелегально находится в Америке. Но они все могут получать ипотеки, а если у них есть 30% и выше первого взноса. А как, ты же должен показать доходы какие-то? Банк, так как ты дал большую, в этом весь смысл, так как банк видит, что ты дал большую сумму первого взноса, они себя чувствуют в безопасности, потому что если вдруг что-то произойдет, и ты перестанешь платить за ипотеку, ну, у них останется дом, то есть как бы в залоге. Поэтому, ну, так, это стандарт. То есть какой бы ты ипотеку ни брал, то все равно у тебя, ну, банк в залоге держит твою недвижимость. Ты становишься все равно хозяином дома, но там висит долг. Как бы это, ну, обычная практика. Поэтому они не будут проверять никаких документов абсолютно. Им главное просто, что человек дал. Ну, опять же, это специализированные банки. Опять же, возвращаемся в Лосфарго, честь, такого не делать. Да, то есть надо какого-то другого лендера искать, да? Ну, то есть смысл в том, что не нужно ходить к разным миллионам лендерам. Ты идешь к брокеру, и у нас 90 банков с кем мы работаем. То есть тебе или ходить к 90 банкам с каждым спрашивать, или ты приходишь к одному человеку и за 10 минут... Это так, как я шла, кстати, с покупкой своей недвижимости через ипотечного брокера. Потому что, ну, как бы они там смотрят ставки по, как ты сказала, 90 банков. Я не знаю, сколько он банков смотрел, но тем не менее. И, наверное, юридический вопрос. Имея недвижимость в США, у тебя есть право приехать в США? Или, типа, это недвижимость и все? Скажем так, многие люди тоже это спрашивают, что, купив здесь недвижимость, но тут какой-то легальный статус. Нет. То есть недвижимость, недвижимость просто. Чтобы получить какой-то легальный статус, опять же, это не наше, скажем, я не могу так советовать, но, как я говорил с адвокатами на эту тему, потому что люди часто спрашивают, я для них интересовался, чтобы получить какие-то разрешения, это нужно покупать или бизнес в Америке, тогда ты даешь какие-то рабочие места людям, и тогда по дату ты можешь получить какую-то визу. У меня есть интервью на канале с иммиграционным адвокатом, они в Чикаго 30 лет уже работают, и он как раз рассказывает про это все. Так что, если у вас возникают вопросы, то смотрите это видео. Хорошо, я поняла. Про иностранцев я поняла. А если человек перешел границу недавно, запрашивает политическое убежище, та же самая картина? У него немножко другая программа, но есть вариант финансирования, как ему это сделать. То есть оно не особо сильно отличается друг от друга, но это такого типа люди, они обычно получают, то есть если проговорить, что такое hard money, то есть мы говорили вот про обычно это инвестиции, флипы и так далее. Но hard money это одна часть финансирования, которая дается людям, где не проверяется абсолютно ничего. То есть основной, скажем так, момент, который мы смотрим, чтобы дать такую ипотеку, это первый взнос. Если человек, он свои деньги положил, мы свои деньги положили, тогда человек может получить финансирование. Хорошо, но ставки по таким... На уровне 10%. 10%? То есть на 3% больше, чем банки сейчас? Да. То есть опять же, это более такое, скажем так, короткая такая прокладка, которая дается человеку, то есть это не на 30-летняя ипотека, это дается несколько лет, с тем пониманием, что человек через какое-то время он перефинансирует, выйдет за транзакции и возьмет себе... То есть у него появится работа? Работа, статус, кредитная история и так далее. То есть если он вдруг не успел за это время сделать, он может взять продление этой ипотеки еще и платить ее там дольше. Но обычно мы передадим как дать ипотеку, мы узнаем, как мы можем человека потом перефинансировать, то есть чтобы он тоже не сидел долго в такой ипотеке, в дорогой. Оно просто дает человеку возможность сделать это сегодня, купить, а через какое-то время он сможет переделать ее под более выгодные условия. Следующий вариант. Какие-то большие девелоперские проекты, тот проект, на который мы сейчас поедем, как их финансировать? И вообще, насколько сложно войти в этот бизнес, потому что там цифры другие совершенно. Из всех этих вещей это самый, наверное, сложный процесс, потому что я бы советовал людям, если кто хочет начинать что-то в инвестиции, это начать с флиппинга или просто покупать в долгую, потому что это более такое, ну всем понятно, там разобраться несложно. Констракшн больших проектов каких-то, это уже немножко другой уровень. Я обычно, как он финансируется, опять же, или это собираются инвесторы вместе, инвестируют вместе, или также там уже используется и хардмани финансирование, иногда бывает и констракшн от банка и так далее. Просто, к примеру, сегодня, вот в данном моменте многие банки от констракшна пытаются отойти, потому что банки у них, знаешь, такая, они смотрят, конечно, на свой заработок, но иногда они вот говорят, ты знаешь, вот сейчас мы замораживаем это, мы не финансируем, к примеру, какие-то новые стройки. Потом проходит три месяца, говорят, окей, теперь мы. Они как бы видели, когда вот ставки начали сильно подниматься и так далее, многим инвесторам это не было выгодно, кто-то вышел с этого бизнеса, то есть оно такое, забежали, убежали и так далее, все время происходит. Поэтому на данный момент констракшн обычно делается или частными инвесторами, которые вместе складывают и делают такие проекты. Поэтому это хорошая вещь, прибыльная, но это уже немножко, я бы сказал так, и ты должен, по крайней мере, иметь, если ты в этом не разбираешься, нужно иметь партнеров, которые хорошо в этом разбираются, которые могут закрыть эти все вопросы. 18 миллионов долларов – это очень большие деньги, и я, наверное, не знаю людей, которые просто так бы, особенно так, в инвестиционный проект выложили бы такую сумму. Как войти в такой проект? Это что? Это констракшн надо брать, нужно брать ипотеку? Как вообще все вот эти пазлы сложить? Да, обычно такой микс разных средств, 100%, никто обычно не влаживает свои деньги в такой большой проект. Обычно как финансируется, сама первая недвижимость, где еще был старый дом, на нее берется ипотека, и обычно любая какая, ну, какую человеку могут одобрить, да, и это, скажем, удешевляет немножко твои расходы, потому что берешь более стандартную ипотеку, под нее потом начинаешь делать строительство. В данном случае здесь – это просто совокупность инвесторов. Мы инвесторы, еще другие люди, которые с нами заходили, наши партнеры, скидывались и постепенно, потому что тебе не нужно 18 миллионов иметь сразу. То есть, сначала ты покупаешь дом, ждешь, потом контракторы, которые строят компания, ты им выделяешь, скажем так, поэтапно. Вот они залили бетон, ты выделил транш, они там что-то сделали дальше, построили первый этаж, ты выделил транш и так далее. Поэтому в данном конкретном случае инвесторы скидываются, финансируются с инвесторами проект, потом, когда он заканчивается, он или перефинансируется с банком, или продается, тогда он, в принципе, не нужен. Объясни, я знаю, как рефинансирование работает, объясните людям, которые не знают, что такое рефинанс, зачем вообще он нужен, зачем нужно перефинансировать свое имущество, ипотеку, то, что я в кредит много-много раз, это разве не лишняя работа, разве ты не лишний раз не платишь за это все оформление, зачем это нужно сделать? Конечно, да, это такой, скажем, инструмент, который нужно использовать, если ты правильно это делаешь. То есть в данном случае, как работает, то есть если, к примеру, проект стоит 17-18 миллионов долларов, после постройки он будет стоить, скажем, 25 миллионов долларов, потому что его оценят, банк приходит и говорит, окей, ребята, мы видим, что он стоит столько денег по аренде, когда заселены все юниты и все остальное. И ты перефинансируешь, ты просто освобождаешь свои деньги, которые ты инвестировал, банковскими деньгами. То есть они уже считают, что у тебя есть equity в доме, стоимость его, ну, для простоты, скажем, там 30 миллионов, а ты должен 20. У тебя есть зазор 10 миллионов долларов, банк считает, что это безопасная инвестиция для них, потому что есть зазор, и они финансируют остальные вещи. Значит, ты дорогие деньги перефинансируешь на дешевые, потому что частное финансирование, оно дороже, наши инвесторы получают определенные свои проценты, там, от 12 до 15 процентов годовых на свои деньги, а мы потом, опять же, если мы хотим оставить этот юнит, мы его перефинансируем, скажем, там, под 7 процентов, или какой процент будет на тот момент. Таким образом ты экономишь деньги. Даже у тебя в вовлеченности самого перефинансирования есть свои расходы, которые нужно платить. То есть ты деньги, которые ты вложил, тебе банк дал там 12 миллионов, ты их и 18, и 20 миллионов, ты 18 свои вытащил, еще и сверху у тебя что-то там осталось, да, то есть это деньги, которые не облагаются налогами, ты эти деньги дальше можешь в какую-то дальше недвижимость вкладывать, и вот таким образом можно растить свою портфолио, и развивать, и то, что делают. То, что все инвесторы делают, любые, маленький домик или квартира, или это 100 юнитов, неважно, все идет по одному и тому же принципу, все работы одинаково, кто-то просто на маленьком этапе, кто-то на большом, поэтому если кому-то просто интересно, как, ты спрашивала, в такого проекта начать, в такой проект, ну, у нас люди заходят, у которых нет, естественно, столько денег, там минимальная инвестиция 250 тысяч долларов, поучаствует в таком проекте, человек инвестирует, он как пассивный инвестор, он получает свои проценты по тому, как идет прогресс стройки, то есть когда она будет продаваться, он получит свои деньги обратно, плюс процент, он становится частью компании, да, у кого нет в образно 250 тысяч долларов, они могут участвовать в более, ну, скажем, не таких больших проектах, а чуть-чуть поменьше, скажем, могут 2-3 человека скинуться, купить один дом, сделать ремонт и продать, и заработать на этом деньги, тоже, которые флиппинг и все остальное, поэтому это, скажем так, ничего нового здесь нет, многие люди этим занимаются, но на самом деле для многих людей констракшн немножко большого размера, это страшно, непонятно, как это работает, но здесь, в принципе, на самом деле ничего страшного нет, если ты берешь правильную компанию, которая будет строить, это мега важно, потому что у них есть хорошая репутация, резюме, что они строят это постоянно, это не первый их проект, потому что ты не хочешь сэкономить на этом, часто мы делаем ошибку, мы пытаемся сэкономить на констракшн кост, взять чуть-чуть подешевле, но потом у тебя могут появляться какие-то другие проблемы, поэтому они не дешевые, эти ребята, кто строят, но они делают это вовремя, и это для нас важно. Сколько стоит, вот, я даже не представляю, залить вот такой, как фундамент, сколько? Это, примерно, да, это, вообще, да, в таких проектах, с обтерением паркинг, то есть, когда ты идешь вниз, это самое вообще дорогое, поэтому многие инвесторы не хотят с этим связываться, то есть, намного выгоднее, когда ты не роешь яму, а просто у тебя парковка на первом этаже, а сверху этажи, ну, и сверху люди живут, чем у тебя, да, потому что мало места, нам нужно было идти вниз, а получается, вот на данном этапе, я думаю, примерно полтора миллиона долларов стоило вот яму. В яму? Да. Закопали, закопали деньги. Еще у меня такой вопрос есть по поводу земли. Есть варианты, когда люди просто землю покупают и строят на ней, там, дом, или сейчас новая тема такая, делают кемпинги, или как-то перенезонируют, переделывают эту землю под арви стоянки, под что-то такое, глэмпинги, вот, ну, набирает обороты, это сейчас, в США про это очень много говорят, как ипотечные брокеры смотрят на это, и как банки смотрят на это, и даются ли под это какие-то, под эту деятельность какие-то заемы? Сложно. Земля сложная, самое сложное из всего этого, потому что банк надо смотреть, каким образом. Я тебе профессионал землю, у тебя не получился проект, я забрал твою землю, что я буду с ней делать? Я не строитель, я не в этом бизнесе. Поэтому сегодня можно получить частное финансирование на землю, но тебе нужно давать минимум 50-60% своих денег. И это, то есть обычно, вот, то, что ты говоришь, там, проекты разные. Опять же, есть тоже инвесторы скидываются вместе, покупают, которые, там, пытаются в долю войти в этот такой бизнес. Если кто-то продал свою идею, там, я буду глэмпинг делать, или что-то в этом роде, дайте мне денег, и я это сделал, этот бизнес. Сегодня, кстати, вообще это популярно, называется other people money, то есть использовать деньги чужих людей. То есть многие это используют, то, что, или тот же Кордон, или многие, там, ютуберы американские, они говорят, я без денег, там, покупаю миллионные штуки, вообще нигде свои денег не ложу. Если есть возможность так убеждать людей, и кто-то поверит в твой проект, то почему нет? Но, в основном, земля, это, наверное, сегодня сложно, по крайней мере. Через какое-то время, может, пройдет, будет полегче, но сегодня многие банки не хотят это финансировать. То есть для банка важным фактором нужно, чтобы там какой-то, как-нибудь дуэлла не стояла, да? То есть какая-то избушка, домушка, даже неважно, если она там стоит, она зарегистрирована, то они там оценят ее. Да, намного проще. Человеку будут купить избушку, профинансировать сам дом, это 100% ему будет в разы дешевле и меньше. Он может тоже 10% дать первого взноса или 20%, и профинансировать такого темы, чем финансировать саму землю. Потому что с домом намного легче это делать. И многие просто люди нам тоже спрашивают, потому что это тоже наша какая-то тоже вот мигрантская вещь, я свой дом построю сам, да, как бы сам себе. Но это сложный процесс, и, опять же, если я бы, опять же, тоже не советовал людям, если это просто как идея, мечта построить свой новый дом для себя, оно классно, и на самом деле это выгодно, потому что когда ты его построишь, он на самом деле будет в разы стоить дороже и все остальное. Но вот сколько людей я знаю, которые строили себе дома, у меня тоже когда-то была такая идея для себя это сделать. Мы когда-то делали для инвестиций, мы строили, это одно, но те люди, которые строили для себя, это все, кого не спросишь, это думали будет год, стало три, думали бюджет стоил, столько, стало другой. Город тебе морочит голову, можно, нельзя. Короче, очень много заморочек, которые нужно понимать. Слишком ты еще вовлечен эмоционально в этот дом. Да, плюс ты не работаешь эти два года, ты там находишься все время и так далее. Ну, поэтому это, для кого-то это подойдет, но для многих людей это я бы, я бы начинал бы с чего-то простого. Просто еще люди, знаешь, как люди многие хотят, это, кстати, возвращаясь к тому, вот, человек может себе позволить или нет, что-то сегодня, да, ошибка многих людей, которые покупают первый раз, они хотят купить дом навсегда. То есть они хотят купить дом, вот, которым он мечтал, большой, красивый, там, его все, он будет там гостей вызывать, будет огромный бэкьярд и все классно. И пока он его не купит, то есть он не может сегодня его купить, потому что дорого или что-то в этом роде, и он отлаживает эту вещь на года. Купи лучше квартиру или купи что-то попроще, дом, который ты поживешь какое-то время, потом ты его или продашь, или перефинансируешь, оставишь его в аренду и купишь другой, когда ты можешь себе позволить это. Ну, по крайней мере, зайди уже в эту игру раньше, чем жди вот эти, потому что люди хотят, ну, потому что здесь, в Америке, люди переезжают намного чаще. У нас вот купил дом, и он там внуком остается, потому что его там передают из поколения в поколение. А здесь каждые 5-7 лет люди, ну, что-то делают с недвижимостью, или переезжают, или перефинансируют, ну, много людей мобильны. Поэтому я бы советовал не консервироваться на что-то вот грандиозное сразу. Можно купить попроще, начинать с этого, потом продолжать дальше. А вот дети твои, если вот когда вырастут, скажут, хочу переехать в другую страну, что ты им скажешь? Да? Поддерживаю или типа... Я, скажем, не могу говорить, что я буду сильно против. Мы пытаемся воспитывать... Они себя тоже называют... Американцы, да? Но они знают, что они там с Украины, хотя они там не были. Свои корни знают. А они говорят там, не знаю, на русском, на украинском, да? Ну, мы просто дома разговариваем, да. Они с нами отвечают они по-английски, мы им по-русски и так общаемся. То есть, как бы... Вначале они все ходили в русский... В садике, ну, русскоговорящие. И они до школьного возраста, они, в принципе, английский не учили. Ну, то, что они там учили, аутбуку и так далее. То есть, они говорили только по-русски. А потом, когда они пошли в школу, они быстро как переключаются и уже начинают говорить только по-английски. Ну, я, кстати, многих людей знаю, которые, ну, моего возраста, которые родились здесь, и у них вот многих... Они вначале не хотят себя ассоциировать с родителями и говорить на языке, а потом где-то в лет 16-17 у них начинается какое-то возвращение к корням. И вот они все вот эти люди, которых им там образно по 40 и плюс лет, они все отлично говорят по-русски, многие из них пишут, читают, но они родились здесь. Мы обратно приехали в Утас, и это очень красивый большой офис. Это как раз говорит о том, в каком состоянии находится бизнес. Это очень круто. Сколько человек работает здесь? Сегодня в команде уже 40 человек. Очень круто, да. К тому нужно поучиться. Смотри, вот человеку, который только начинает какой-то свой путь или уже он находится в США, как ему правильно, вот как бы ты посоветовала двигаться с точки зрения этого, веститься с точки зрения недвижимости, что нужно делать, чтобы, ну может быть, не быть на таком уровне, как ты, ты же что-то правильно делаешь. У нас у тебя такое состояние. Ну, хотя бы вот вектору задать. Ну, смотри, я бы, наверное, в первую очередь посоветовал для начала просто понять свои силы и понять цель, для чего это нужно. То есть ты хочешь, потому что кому-то не нужно иметь 25 недвижимости, кому-то нужен просто один дом для семьи, и он будет с этим доволен, ему не нужно ничего другого. Что он хочет для себя, для своей семьи, то есть потому что, как часто люди делают, то есть, например, ты купила свой первый дом, и для тебя, может быть, на тот момент был этот дом просто для меня и жить. Потом проходит время, ты говоришь, слушай, может быть, еще другой купить, что-то достроить, может, это сдать в аренду. У тебя открывается немножко масштабирование вот этого ипотечное, да. Поэтому я бы советовал для начала просто понять, у нас просто на самом деле есть люди, и я просто вот им аплодирую, приехали буквально там месяц назад, и они уже начинают спрашивать вопросы, которые люди приехали там 10 лет, образно, когда мы приехали, мы первые 10 лет вообще не понимали, что такое ипотека вообще-то какое-то недосягаемое. Противаиспоха. Через два года сделать это. И это классно, вот это, наверное, первое, что нужно понимать. Есть деньги, нет денег, неважно, какая ситуация у разного человека, просто понять, как подготовиться в первую очередь и какой план действий. То есть, если есть план уже заранее, я хочу быть инвестором и иметь там много разных недвижимостей, начать нужно с одной. Первую. Знать цель и понимать, как ты туда пойдешь. Да, то есть, можно разговаривать с людьми, можно посоветовать разные. Ну, себя, наверное, обучать. Чем больше информации ты себя окунаешь, тем, если ты хочешь научиться чему-то, я не знаю, как акциями оперировать, ты начинаешь это изучать. Если ипотечная тема или недвижимость, есть куча вот таких каналов, которые могут рассказать полезную информацию, которая находится здесь, в Америке. Потому что есть очень много людей, которые там в Дубаях рассказывают, там оно все другое, от локаций меняется. Поэтому для начала просто выставить цель, и все остальное придет. Спасибо большое. У Алекса есть канал, он очень скромно про него, но это очень полезный канал на Ютубе. Вы тоже можете на него подписаться, вы можете задавать Алексу вопросы. если у вас есть цель, и вы не знаете, как к этой цели пройти, вам нужно понять, нужно посоветоваться с человеком, который вам подскажет, какие шаги вам нужно сделать. Может быть, где-то подкорректировать ваш доход, или может вам подскажет он по тому, какие программы есть, которые подходят под ваш случай, то вы не стесняетесь, или пишите у него на канале, или звоните. Будет информация, да, как встретиться, моя команда поможет, и опять же, в любом, даже если это будет совет или какой-то вопрос, мне очень реально нравится доносить людям какую-то экстра информацию, делиться, потому что мы делали ошибки, мы делали какие-то правильные вещи, поэтому не всегда все было идеальный путь какой-то, поэтому если мы можем поделиться информацией хорошей, почему нет? Продолжение следует...